Считанные минуты остаются до начала четвертого благотворительного турнира по конному полу. А пока гости дожидаются ретивых спортсменов, на поле выходят под жарой скукуны из клуба джигитовки. В программе выступлений акробатические номера работа с оружием. От лошади требуется только скакать достаточно ровно, никуда не уходить и не мешать саднику делать свою работу. От лошади требуется только никак не реагировать на движение всадника. Надо войти в такой ментальный контакт с лошадью и очень хорошо чувствовать друг друга. Белоснежный грант скачет по полю со скоростью ветра. Верхом наездник, кажется, абсолютно бесстрашно выполняет трюки. От такого зрелища без преувеличения захватывает дух. А пока одни удивляют публику, другие настраиваются на серьезную игру. В импровизированном стойле готовятся к схватке восемь пола-понии. Так называют лошадей с идеальными для игры характеристиками. Их рост не превышает полутора метров. Характер смелый, а психика устойчивая. Перед состязанием у пола-понии особенный режим тренировок – питание и сна. Впрочем, не меньше к схватке готовятся и наездники. Особое внимание уделяют форме спортсмена. Экипировка – его безопасность и маневренность во время игры. У садника в первую очередь нужен шлем. Это защита, которая защищает от попадания мяча в лицо, от попадания клюшки в лицо, холоста. Потому что иногда бывает такое, что прилетает мяч, и это может быть очень больно. Обязательное тоже условие – это очки, чтобы также не попадал в глаза мяч, какая-то пыль. Сейчас нам не просто для верховой езды сапоги, это краги и ботинки, но обычно у садника сапоги из очень толстой кожи. Их закупают либо в Аргентине, либо в Англии. Наконец на поле выходят команды-соперники. В этот раз за звание лидеров турнира соревнуются сходня «Инжиниринг» и «Сомерсет». По традиции вбрасывает мяч в поле и дает старт турниру глава городского округа Дмитрий Волошин. «Химки» по праву можно назвать столицей спорта Подмосковья. У нас есть футбол, у нас есть баскетбол, у нас есть поло. В этом году к нам присоединилась стендовая стрельба, фигурное катание, гимнастика, конечно же. Очень хорошо, что мы вот так развиваем спорт в нашем городе. Лидер наметился уже с первых минут игры. Первый чакер, так называют раунд в конном поло, завершился со счетом 2-0 в пользу наших спортсменов. Всего в игре 4 чакера. Каждый по 5-7 минут, между ними передышка. Отдых, прежде всего, необходим лошадям. Интересный факт. Пока скукуны набираются сил, на поле выпускают зрителей. Делают это для того, чтобы люди втаптывали куски дерна, которые во время игры вырвали кони. Также на поле можно поближе познакомиться с лошадьми и сделать пару фото на память. Отдохнувшие и набравшиеся сил команды продолжили борьбу за первенство четвертого турнира по конному поло. Безоговорочными лидерами в борьбе стала команда сходня «Инжиниринг». Спортсменам удалось забить 9 голов в ворота противника. Без подарков не остались и поло-пони. По итогам каждого турнира судьи определяют лучшего скакуна. В этот раз все лавры собрал огонек. За это ему досталась целая корзина сладкой морковки. После таких соревнований несколько дней кони отдыхают. Какие-то вкусняшки им положены за это? Обязательно. Морковки, яблочки и печенюшки. Обязательно. Так что если у вас будут свободные яблоки, лишняя еда, не выбрасывайте, приносите к нам на конюшню. Вот уже в четвертый раз турнир проводится по инициативе главы городского округа. По словам Дмитрия Волошина, победа в турнире по конному полу долгожданная и символичная. Мы безумно рады, что в день города убедила наша команда Химкинская. У нас сегодня много было гостей, очень много было сегодня приглашенных наших жителей. И мы вот такой нашей большой Химкинской командой поддерживали. Приехали все районы, Подресково, Левый берег, Новые Химки, Старый, Новогорск. Ну и сходнее, конечно же, поддержать наших игроков. Но видите, все-таки, когда мы вместе, мы силы. Поддержала главу депутат Государственной Думы Ирина Роднина. Олимпийская чемпионка отметила, Химки давно стали спортивной столицей Подмосковья. Победа в этом турнире – еще одно доказательство, что для развития спорта в округе прикладывают максимум усилий. И я считаю, что в Химках не только интересно жить, но в Химках стараются очень здорово жить. Мы набрали такой сумасшедший темп. Мы вообще идем все время вперед. Абсолютно олимпийские стали у нас достижения. Процветать, идти вперед, добиваться самых высоких результатов, быть здоровыми и быть счастливыми. Заряженные положительными эмоциями и отличным настроением химчане еще долго не расходились. Для них продолжили работать интерактивные площадки и зоны развлечений. Гости четвертого турнира по конному полу, приуроченному ко дню 82-й годовщины городского округа, уверяют, этот праздник они запомнят надолго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова